И снова здравствуйте, с вами Деф. Ну а мы продолжаем заканчивать, знакомиться с историей Кровавой Охоты. Сегодня мы с вами разберем всю историю Черной Пантеры. Комикс меня очень удивил. Он начался ни о чем. Было там несколько моментов, которые не привели совершенно никуда. Но задел был интересный. И буквально со второй части он так круто развернулся и рассказал столько всего интересного про то, что осталось за кулисами Кровавой Охоты, что мне кажется, это моя любимая Таина, и я считаю ее очень важной в рамках всей Кровавой Охоты. Надеюсь, что и вам тоже понравится. Поехали. Итак, Кровавая Охота, Черная Пантера, номер один. Последний раз, когда мы с вами видели Черную Пантеру, это было в Кровавой Охоте под номером 2. Блэйд обратил его в вампира и приказал ему идти в Ваканду для того, чтобы принести ему какой-то дар. Мы не знаем какой. Итак, мы начинаем в мире Джалия. Джалия, как это правильно называется? Что это такое? Это астральный мир, куда отправляются все Черные Пантеры для того, чтобы переговорить с Богиней Баст и получить ее благословение. В этот мир отправился Пантера, будучи вампиром. И на него набрасываются другие Черные Пантеры. Не Богиня Баст. Лишь Пантеры, которые точно так же там живут. То есть это аватары богини Баст, ее преданные слуги, охранники этого места. И они в ярости, как ты посмел, со своим демоническим темным проклятием явиться сюда, в это священное место. Ты оскверняешь его, просто находясь здесь. Однако Т'Чалла прибыл сюда не для того, чтобы кому-то вредить. Наоборот, он пришел в поисках помощи. Он не знает, что делать с тем, во что его превратили. Он не представляет, как он будет себя чувствовать дальше. Он не может противиться воле Блэйда. Нужно что-то сделать. Поэтому он пришел сюда в поисках помощи. Дабы помогли ему найти какую-то управу на то, что с ним стало. И защитить людей Ваканды. Это то, что он хочет делать. Служить богине Баст, защищать свой народ. Однако одна из Пантер набрасывается на него. И она в ярости. Ты называешь себя чемпионом богини Баст. Защитником Ваканды. При этом ты принес сюда смерть. Слушай меня внимательно, никчемный ты червяк. Когда демон явится сюда за тем, что он ищет. И найдет тебя для того, чтобы с тебя спросить. Ты должен до него донести элементарную истину. Ваканда никогда больше не падет вновь. Запомни это. И это слышат все мои братья. Мы не слуги. Не для людей. Не для богов. И с этими словами Пантеры уходят глубоко в лес. А мы делаем паузу для того, чтобы проанализировать, что же значит Ваканда не падет никогда вновь. Я помню лишь один раз, когда Ваканда полноценно пала. Вот прям рухнула капитально. Во время секретных войн, когда весь мир обратился против Ваканды. И удар нанес черный орден. Было еще конечно падение во время войны Дума. Но тогда Ваканда потерпела военное поражение. Но страна осталась цела. Как минимум частично. А Пантера смог остановить Виктора в самый последний момент. Поэтому мне кажется, что данный комикс относит нас к секретным войнам 2015 года. На момент записи этого конкретного аудио мы уже с вами разобрали падение Ваканды. Итак, мы переносимся в храм богини Баст, где очнулся Пантера посреди какого-то волшебного колодца. Разумеется, он расстроен. Потому что он пришел в себя здесь один. И он все еще является вампиром. Он все еще носитель дара Блейда. Как верующий человек, Пантера решил, что для того, чтобы бороться с демоном, нужно просить помощи у бога. Но вот он пришел сюда к богу и не получил никакой поддержки. Более того, кровавый ковен Блейда в настоящее время питается кровью падшего бога. Они сейчас пьют кровь Тора и напитываются частичкой его силы. И тут в это место приходит какой-то слепой старец. Он слышит, что здесь кто-то есть. Назови себя, кто ты? Пантера пытается отсюда сбежать, не привлекая внимания. Но нет, старец что-то унюхал. Буквально унюхал. И зовет стражу. Невероятно красивый арт, как Пантера бежит по винтовой лестнице по головам всех стражников, которые на него нападают. Он не причиняет вреда никому. Он буквально по ним бежит. И вот когда он уже дорвался до выхода, то ему вслед кричат «Стой! Стой, самозванец!». Они же видят, что он в костюме Пантеры, поэтому кто бы ты ни был, ты явно не наш король. Если ты наш король, зачем ты проникаешь сюда втайне? И это срабатывает на Пантеру. Его никогда не называли самозванцем в стенах своего дома. Он останавливается, снимает шлем, показывает, кто он на самом деле и кричит на этих стражников. Довольно. Вы собираетесь преследовать того, в чьих жилах течет королевская кровь, как какого-то зверя? Я ваш король! Немедленно остановитесь! И они останавливаются, и оружие падает из их рук. Они буквально замирают, просто остолбенели. Пантера в шоке подходит к ним, щелкает пальцами перед лицами каждого, и понимает, что они реально замерли. Следовательно, через укус Блэйда он получил не только вампиризм, но и капельку его сил. А именно, люди подчиняются его приказам. Насколько я знаю, я не силен в фольклорах, в мифах о вампирах и так далее. Но очень часто встречается такая тема, что вампиры могут повелевать людьми. То есть, мы не можем ослушаться их приказов. Я думаю, на эту способность комикс и намекает. Во всяком случае, наглядно показывает. Пантера в шоке от этого, но как минимум удалось избежать кровопролития. Затем он вырывается из храма Баст и пытается понять, куда идти дальше. Пантера употребил сердцевидный цветок, и это дало ему чуть-чуть больше контроля над тем, кто он есть. Он вновь хотя бы начал хоть как-то мыслить. Осталось собраться с мыслями, понять, что делать дальше, с чего начать. И тут появляется видение Блэйда, которое слышит его мысли. И оно говорит, ты должен начать с того, что должен найти. Руины храма, как тебе и было приказано. Затем передать координаты мне, и я все это переправлю в невозможный город. Ты действительно думаешь, что ты можешь спасти своих людей? Посмотри на все вокруг. Ты лишь оттягиваешь неизбежное. Ваканда обречена. Ты не задумывался, почему я выбрал именно тебя? Да потому что ты очень хорошо знаешь всю эту землю и все, что здесь находится. Ты самый последний из первых. Хотя, возможно, я ошибался. И со словами Даблейд, ты ошибался. Пантера спрыгивает с храма богини Баст и бежит на улицы города. Для того, чтобы увидеть, что какие-то ужасные демоны пьют кровь всех, кого только увидят. Женщин, детей, мирных жителей, военных. Неважно. Какая-то непонятная гигантская демоническая саранчая. Честно говоря, понятия не имею, что это такое. И Пантера на нее набрасывается. Между двумя завязывается небольшой бой, они обмениваются несколькими ударами. И это демоническое существо понимает, что оно не сможет совладать с Пантерой. И оно улетает. Но в лучших традициях Карлсона обещает вернуться. Пантера остается один на улице, среди тел и рек крови. Кровь. Такая пьянящая. Он еще ни разу не пробовал человеческую кровь. Он не хочет убивать. Но ведь эти люди уже мертвы. Он снимает маску, обнажает клыки и облизывается. С этим голодом невозможно бороться. А тут куча тел с открытыми ранами. И кровь повсюду. Но Чала не успевает сделать роковую ошибку, потому что к его горлу подносят кинжал. И это Шури. Шури успела вовремя. Она увидела, во что превратился брат. Она понимает, что ему нужна кровь. Его нельзя оставлять долго без подпитки. Она разрезает свою руку. И дает своей крови брату, чтобы он ее испил добровольно. Но ни в коем случае не пил кровь погибших или не нападал на живых. Чала первый раз прикоснулся к человеческой крови. Вкус пьянит. Он не может оторваться. Он сдерживается со всех сил для того, чтобы не схватить сестру за руку и не выпить все досухо. Но нет. Он все-таки может держаться и контролировать себя. С этими мыслями он отрывается от кровавой руки Шури и говорит, спасибо тебе, сестра. Этого достаточно. Но тут начинают оживать тела, которые лежат здесь. Укушенные этой демонической саранчой. Судя по всему, это не обычные вампиры. Это что-то как раз таки между вампиром и тем, что их укусило. Шури открывает по ним огонь из своих наручных пушек, которые мы видели уже в кино. На канале есть полная биография Шури. Если интересно, можете ознакомиться. Я там как раз таки рассказывал, что этот образ Шури, который мы сейчас видим, это обновленный образ после того, когда она начала греметь в киновселенной. До того, когда Шури появилась на большом экране, это был абсолютно другой персонаж, который ни капли не похож на то, что мы видим сейчас. Как мы и видим, комиксы адаптируются под кино, а не наоборот. Когда Шури оборачивается, то брата уже нет. Брат покинул ее и ушел заниматься дальше своими делами. Ему опасно находиться с ней рядом, он не знает, что произойдет дальше. Когда Пантера залез на очередную крышу и оглядел свою страну, он в шоке. Улицей захлестнула новая волна кровопролития. Те люди, которых укусили, они уже успели обратиться и начали кусать других. Запустилась цепная реакция, геометрическая прогрессия, в которой растет вампирский апокалипсис. Пантера понимает, что нужно действовать. И он рвется в бой. Вновь, друзья, как же красиво это нарисовано. Ему помогают все вооруженные силы Ваканды, элитные вооруженные силы. Здесь и спецназ в белых костюмах Пантеры. Мы видели этих ребят с вами уже в Секретных войнах. Тут же и Дора Миладж. И они убивают всех, кто обратился и пошел пить своих граждан дальше. Пантера провел без малого сутки, истребляя вампиров в Ваканде. И сейчас он ослаб. Ему нужна кровь. Он убежал подальше от всех людей. Спрятался в темных переулках. Упал на землю и начал молиться богине Баст о помощи. И тут вновь появляется видение Блэйда. Ничтожество. Непутевое дитя. Ты бы не испытывал такую боль, если бы ты кормился. Прими то, кем ты стал. Прими мой дар. А сейчас посмотри на себя. Последний из первых. Последний чемпион богини Баст. Пожалуй, ты самый сильный из моих детей на сегодня. Однако также очень загадочный и чрезвычайно упрямый. Пантера взрывается яростью. Я тебе не сын. И набрасывается на Блэйда. Но он не материален. Это видение. Он лишь в его голове. Он обращается к нему ментально. И Блэйд продолжает. Хорошо. Не хочешь быть моим сыном? Не надо. Но я все еще твой господин. И ты будешь мне подчиняться. Или мы с тобой узнаем, сколько боли ты сможешь вынести, перед тем, чтобы принять свою смерть. Не играй со мной, Т'Чалла. У тебя есть два выбора. Либо ты найдешь храм, который твоя богиня так старательно от меня спрятала. Либо я лично сравняю всю Ваканду с землей и найду его сам. Пантера начинает кричать в истерике. Уйди. Уйди, призрак. Но Блэйда рядом нет. Рядом появляется голограмма Шури. Это не настоящая Шури. Мы видим небольшой дрон, который проецирует ее трехмерное изображение. Когда Пантера спрашивает, где ты? Где ты находишься сейчас? Шури не говорит. Она лишь сообщает, что она в безопасном месте под искусственным солнцем. Но время на исходе, потому что энергии у них не безграничное количество. Их ресурсы ограничены. Точно так же, как и армия. Они не смогут вечно спрятаться под лучами искусственного солнца. Рано или поздно оно упадет. Пантера говорит, что все, скорее всего, уже пало. Возможно, мы уже опоздали. Шури с этим согласна, но она уже начала принимать меры. Они эвакуируют в срочном порядке всех самых ценных жителей Ваканды. Ученые, историки, политики. Все, все, все. Ключевые личности, которые необходимы для того, чтобы страна и нация функционировала. Сейчас занимаются эвакуацией всех, кого только смогут. Далее Шури говорит. Тчала, Латверия осталась в целости и сохранности. Возможно, Дум. Как только Тчала слышит это имя, он даже продолжать не хочет. Нет, ни в коем случае. Даже не называй его имя при мне. Шури идет на крайности. Но наши люди умирают. Ты понимаешь, что выбор элементарный. Либо мы идем к Виктору за помощью. Либо мы тихо умираем здесь одни. Пантера не хочет ничего слышать и просто говорит. Я король, я так сказал. Шури ему напоминает, что ты был королем. В настоящее время, извини, пожалуйста, брат. Ты даже себя контролировать не можешь. Уже не говоря о том, чтобы контролировать всю страну. Тчала не хочет продолжать данный разговор. Он срывает ожерелье, которое служит, судя по всему, неким радиопередатчиком. И уходит в ночь. Пантера понимает, что он постепенно теряет контроль над собой. Он уже очень плохо контролирует силу. Голод все еще стучит в висках. И усиливается. Как и приказы Блэйда. Он отдает себе отчет, что со временем он не сможет этому противиться. Поэтому самый лучший вариант защитить свой народ, это уйти подальше от них. Как можно дальше из города. И он уходит глубоко в африканские джунгли. Комикс заканчивается тем, что на него нападает Пантера. Судя по всему, это не олицетворение богини Баст. Он не находится в мире духов. Он находится вполне себе в материальном мире. А что будет происходить дальше, узнаем прямо сейчас. Мы же всю историю разбираем. Итак, вторая часть. Поехали. Итак, история начинается ионы назад. Мы видим Варное. Судя по всему, мои теории о том, что он как-то здесь замешан, если не напрямую, оказались верны. Итак, Варное бежит за какой-то девушкой. Обратите внимание на фон. Криповенько. Итак, девушка убегает с криками «Нет, пожалуйста, не надо!» И когда она вырывается из этого места, из этого храма или что это такое, она оказывается под лунным светом. И начинает молиться Хонсу. «Пожалуйста, защити меня! Сопроводи меня к свободе!» Как мы с вами знаем, Хонсу – это божество лунного рыцаря, олицетворение Луны, а также защитник путников в ночи. То есть, как только она вышла ночью под лунный свет, она автоматически является путником, которого Хонсу должен защищать. Параллельно с этим мы видим чей-то голос за кадром. Нам не стоило сюда приходить. Неизвестный странник сообщил нам, что здесь есть некий дар, некое сокровище, и все, что нам нужно, это последовать за ним на ту сторону реки. Когда мы пришли сюда, то увидели орнаменты, которых не видели никогда. Мы увидели металл, который сиял ярче золота и был крепче железа. Он сказал, что все это будет наше. Нам нужно просто идти за ним. Мы тогда еще не знали, что этот металл будет нашими цепями. Итак, Варне догоняет девушку, хватает ее своей гигантской ручищей и говорит, что у Хонсу здесь нет полномочий. Это земля и этот храм только мой. Как и ты. И с этими словами наносит ей один единственный фатальный удар своими ужасными когтями. Затем тащит за собой то, что осталось от несчастной и продолжает про себя говорить. Твоя кровь и металл этой земли послужат для меня воротами. Мой трон ждет на той стороне. Я скоро стану богом. И тут материализуется Хонсу, потому что все это происходило под светом луны. Он держит свои два клинка наперевес и сообщает, что никогда кровь его последователей не будет литься без отмщения. Я за тебя отомщу. Сзади появляется богиня Баст и требует, чтобы он остановился. Хонсу в ярости. Как так? Почему ты меня останавливаешь? Демон ведет себя так, как будто бы он бог. Его надо привести к ответу. Он должен ответить за свои прегрешения. И Баст говорит интересную вещь. Вот сейчас, мне кажется, мы все с вами разделимся на два лагеря. Одни скажут, что все, что здесь происходит, это очень клево и очень интересно. Другие скажут, какая это чушь. Комикс начинает копаться в пантеоне африканских богов. Которые до этого в комиксах Марвел были практически никак не представлены. Они вроде как где-то появлялись, но мы о них толком ничего не знаем. Итак, Хонсу является частью пантеона египетских богов. Но не конкретно вот этих племенных. Да, это все еще один континент, но люди разные. Именно на это и указывает Баст. Ты не можешь просто так сюда прийти на нашу землю и убивать здесь кого-то, потому что ты решил, что так правильно. Это так не работает. Это наша земля. Хонсу говорит, слышать ничего не хочу, это наши люди. То есть он не разделяет людей Африки на одну и другую страну. Баст с этим согласна. Но это не только твои люди, это и наши люди тоже. Поэтому если ты хочешь что-то делать, то будь добр, посоветуйся со всем пантеоном. Заручись их поддержкой и только с их общего благословения ты можешь что-то делать. В противном случае своей глупостью и безрассудностью ты рискуешь начать войну богов. Затем мы переносимся в настоящее, когда какая-то пантера набросилась на черную пантеру. Мы это видели в прошлом комиксе, этим история закончилась. И тут пантера останавливается, ее глаза начинают светиться и она обращается к нему. Ты разочаровал меня, Т'Чалла. И затем возле этой пантеры материализуется богиня Баст. Мне очень нравится вот этот вот ее дизайн. Раньше ее показывали просто кошкой или же антромпоморфной кошкой. Но вот такой дизайн, не знаю, мне кажется он пригольный. Это вкусовщины, короче. Итак, она говорит, чтобы Т'Чалла следовал за ней. Далее она рассказывает ему историю этих земель. Диких земель возле Ваканды. Давным-давно это были безжизненные земли, на которых никого не было. И они были мертвы. Анукет залила эту землю своими водами, как подарок Ваканде. Потому что эту землю никто не защищал. Затем оба пантеона, африканских племен и египетский, проголосовали за то, что этого никогда больше не произойдет. У этой земли всегда будут защитники. И вот мы сейчас здесь. Ты, мой избранник, последний из первых, заражен ядом Варны. И все из-за того, что мы когда-то допустили ошибку. Пантера реагирует на вот этот титул, последний из первых. Блэйд называет его точно так же. Что это значит? Это значит, что ты, твой род, были первыми людьми этой земли. Ты сейчас являешься представителем последнего поколения. То есть он последний из первых. Затем богиня Баст продолжает. Мы даже близко не могли себе представить, что человечество будет настолько любопытным и безрассудным, чтобы начать исследовать дикую темную магию. То, что раньше мы считали проклятием Ваканды, в будущем станет вашим великим триумфом. Естественно, речь идет про вибраниум. Хонсу был первый, кто узнал правду, что первые были полностью порабощены демоном Варне, который украл вибраниум из пламени Птаха. Птах это древнеегипетский бог, считается творцом мира, богом правды, порядка, иногда даже по совместительству за мертвых отвечает. В комиксах Марвел мы точно не знаем, кем является данное существо, ибо появлялся в комиксах несколько раз, но называют его Птах-создатель. Будем считать, что он некий творец. Так вот, Варне выкрал вибраниум из его пламени и начал использовать его для того, чтобы создавать цепи и кандалы, которые так сильно привлекали людей, которые не представляли, что это такое. Он планировал использовать вибраниум и рабов для того, чтобы построить некие ворота, через которые он должен будет вознестись до господства. Я так понимаю, что Варне пытался вознестись до Доминиона еще задолго до того, как это стало мейнстримом. Демон все делал под покровом ночи и в тени. Никто не знал, что происходит. Хонсу был первым, кто обо всем узнал. Это произошло в момент, когда лунный свет озарил кандалы из вибраниума. Хонсу узнал, что планирует сделать Демон Варне и отказался стоять в стороне. Он захотел вмешаться. Как мы помним, Баст его остановила и потребовала, чтобы он собрал совет. Так и было сделано. Когда Ра погрузился в сон, те из богов, кто как-то относился к ночи или же мог функционировать ночью, собрались на совет, дабы выслушать бога Луны. Хонсу, особо не вдаваясь в подробности, сообщил, что он не собирается терпеть то, что делает Варне и он будет действовать. Однако, из уважения к другим богам этих земель, он решил собрать всех, кто сейчас доступен и проконсультироваться с ними или как минимум им сообщить, что он будет действовать. Когда Птах услышал, что происходит, что кто-то украл его металл и использует для подобных ужасных вещей. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу, потому что то, что здесь говорит комикс, можно понимать немного двояко. Комикс не пытается переписать лор и не сообщает, что какой-то древний бог создал Вибраниум. Нет. Вибраниум все так же по основному канону является кометой, которая врезалась в землю. Единственная причина, по которой земля не была уничтожена от того, что в нее врезалась буквально гора, это то, что Вибраниум в силу своей природы поглотил всю вибрацию, поэтому ударной волны не было. Мне кажется, что комикс хочет сказать то, что Птах, вот этот бог, был одним из первых, если не первым, кто нашел данный металл и начал его использовать в каких-то своих целях. Это проговорили, едем дальше. Так вот, когда Птах узнал о том, что происходит, он отказался стоять в стороне и захотел присоединиться к Хонсу. Баст точно так же решила остаться здесь и помочь своим товарищам, кто-то должен следить за всем происходящим, что творится на земле. Так же к ним решил присоединиться и Гекри, бог обезьян. Если вы смотрели фильм «Черная пантера», то вы видели, что там был Мбаку из племени, которая поклоняется обезьянам. Если Ваканда поклоняется пантере, то Мбаку поклоняется богу обезьян. Они поклоняются именно вот этому божеству. И он тоже решил пойти с ними. И тут появляется еще один представитель пантеона африканских племен. Это божество Кокоу, вечно горящий. Он является богом войны. Он отказывается стоять в стороне, когда кто-то где-то пытается развязать войну, дабы превзнести спокойствие и благодать на эту землю, там, где он обитает. Поэтому он тоже к ним присоединяется. Хонсу хочет у него на всякий случай уточнить, уверен ли он, ты бог войны. Если ты присоединишься сейчас к нам, то это, в принципе, официальное объявление войны. Если мы победим, то ты должен будешь стать защитником этих земель. Люди начнут тебе поклоняться. Ты уверен, что хочешь стать покровителем и защитником этих ничейных земель? Да, Кокоу согласен пойти на это. По той простой причине, что любой демон, который захочет попробовать вознестись до божества и попробовать овладеть частью наших сил, должен понимать, что за этим следуют последствия. Демоны должны знать свое место. Мы боги. Мы покровители этого мира и людей этой земли. Итак, боги решили отправиться на войну против Варны первого вампира. Мы переносимся в настоящее, где Баст все это пересказывает Т'Чалли. Итак, ошибка богов заключалась в том, что они сфокусировались на том, чтобы нанести поражение Варне, но не уничтожить его. В конце этой войны его тело не нашли, как и его храм. Поэтому все это потенциально оставило возможность, чтобы данное существо вернулось. Великий комиксный закон. Если вы не видели тело, значит персонаж формально числится живым. Вот здесь происходит то же самое. Итак, Баст обращается к воде, и она просит, чтобы Анукет, ее сестра, покровительница вод реки Нил, а также та, кто наполнила водой эту землю, откликнулась на ее зов. И она откликается. Друзья, это чертовски красиво нарисовано. Весь комикс, просто глаз не отвести. Реально, очень красиво. Может, конечно, все субъективно, но я в полном восторге. Совершенно блестящий кадр, как Анукет выныривает из воды и заявляет, что, видимо, ситуация очень плохая. Если ты, сестра моя, решил обратиться ко мне за помощью. Все верно. Баст нужно потушить пламя ее потопом. Варне, древний демон, обратил ее чемпиона. Анукет говорит, что очень жаль, потому что он симпатичный. Анукет, соберись, тут надо дело делать. Хорошо, девушка говорит, слушаю тебя, так что мне нужно сделать? Баст просит, чтобы Анукет уничтожила храм Варне до того, когда его дети узнают настоящую силу, которая заключена в этом строении. На что Анукет заявляет, именно это я вам и говорила много веков тому назад. Это произошло еще до того, когда храм благополучно затонул в темных водах, далеко за пределами моего господства. И сейчас ты надеешься, что я просто выйду за пределы своего господства и сделаю то, что не сделали вы, хотя я вас предупреждала? Нет, Баст не надеется, что это сделает она. Она надеется, что это сделает Чава. Она просто хочет, чтобы Анукет сопроводила ее чемпиона в этот храм. Анукет соглашается с этим и также заявляет, пусть это будет также вам уроком того, что нужно было меня слушать и не оставлять за собой хвостов. Если вы начали что-то делать, доводите дело до конца. С этими словами она хватает пантеру и тащит его глубоко под воду. А мы переносимся к Шуре и Доктору Думу. Как обычно, друзья, я думаю, вы уже по голосу слышите, Доктор Дум здесь шикарен, толкает отличные пафосные громкие речи. Итак, Дум заявляет, меня беспокоит то, что вы не знаете, где находится ваш король Тчала, Шуре. Вакандийцы обычно славятся тем, что доводят дела до конца и хорошо владеют ситуацией. Шуре не спорит, но да, так получилось, времена сложены, брата нет, я за него. Как-никак, Ваканда это все-таки свободная нация. Я затрудняюсь сказать, что она имеет в виду по поводу свободной нации, Ваканда вроде бы никогда не была не свободной. С другой стороны, я не слежу за текущим мангоингом Черной Пантеры и, насколько мне известно, Тчалу оттуда изгнали и он больше не является фактическим королем Ваканды. Поэтому я могу какие-то детали упускать. Если кто-то в курсе, сообщите, пожалуйста, в комментариях, буду благодарен. Я думаю, для нашей истории это не особо важно. Переключаемся дальше к Думу. Слуга ему наливает вина в бокал и Дум продолжает. Ты уверена, что Ваканда по-настоящему свободна? Потому что ты сейчас просишь меня, Дума, избавить вас от вашей свободы. Если я вам сейчас помогу, то вы будете моими должниками. Я не спорю, выбор весьма интересный, либо быть должным королю другой страны, нежели вести скудное существование на земле, которую сейчас заполоняют демоны. Латверия, с другой стороны, по-настоящему свободная страна. Люди, Дума, не боятся темноты. Ваканда же в настоящее время умаляет Дума о защите, а сами пытаются выжить под лучами искусственного солнца, которое должно их защищать, но, к сожалению, не справляется. На данный момент заряд искусственного солнца составляет 64%, и это спустя 29 часов после того, когда землю заполонила полная тьма. То есть, через 3-4 дня искусственное солнце полностью исчерпает свой заряд и перестанет светить. Те немногие, кто выжили, кого Шури спасла, они потеряют последнюю защиту. Шури согласна с заявлениями Дума. Жестко, но справедливо. Да, я согласна. Ты провел очень хорошую работу по защите своих границ от сил Даркфорса. Латверия на сегодняшний день самый безопасный регион на земле. Естественно, Думу, это должно быть очень лестно. Тем не менее, Виктор не был бы собой, если бы так легко поддавался налезть и им можно было бы манипулировать. Он продолжает. Тогда ты должна очень хорошо понимать, почему я сейчас не могу рисковать впускать к себе беженцев из страны, которую захватила вампирская чума, а также ее заполняют какие-то непонятные демоны. Я рискую скомпрометировать свою защиту и впустить все то, что сейчас происходит у вас к себе. Безопасность своих граждан для Виктора всегда стоит на первом месте. Поэтому, да, можно помочь, конечно, тем, кто нуждается, особенно, если тебя просят и признают, какой ты хороший, но, если это подвергает опасности безопасность Латверии и всех ее граждан, категорически нет. Более того, что больше всего напрягает Доктора Дума, это то, что пропал Т'Чалла. Ваканда в настоящее время не знает, где находится Черная Пантера, однако, всем известно, что он был укушен Блэйдом и черт его знает, что сейчас происходит у него в голове. Является ли он все еще с собой? Он такой же вампир, как и все остальные или он особенный, потому что его обратил сам лорд вампиров? Возможно, если сейчас начать массовую миграцию всех жителей Ваканды в Латверию, то Т'Чалла сможет либо затесаться где-то там среди них, либо, что еще страшнее, кто-то из беженцев лояльной Черной Пантере может оказывать ему какую-то поддержку и, находясь в Латверии, будет шпионить за всем, что там происходит, давать секретные данные, как обойти защиту Дума или что-то еще. Поэтому нет, Дум на такой риск пойти не может. Либо вы находите Черную Пантеру и заявляете мне о его статусе, либо никакие переговоры между нашими странами невозможны. И с этими словами Дум отключается. Шури, конечно же, разбита горем, она надеялась, что Виктор поможет, особенно когда Шури, мы недавно с вами разбирали Войну Дума, если интересно, ознакомьтесь, у этих ребят очень долгая история. Так вот, когда Шури придет с поклоном к Виктору, признает то, что он лучше, она надеялась, что он действительно им поможет. Но нет, Виктор оказался несгибаемым. Ваканда сама по себе им придется искать выход самим, как они всегда это делали. Итак, мы переносимся назад в прошлое. Бог-обезьян и богиня Баст пришли к воротам храма. И здесь подозрительно тихо, никого нет, хотя мы знаем, какой ужас происходит за стенами этого храма. И да, действительно, здесь все очень подозрительно тихо. А что самое странное, что кругом пахнет человечной, однако людей нигде нет. И тут из-под земли начинают вырываться руки и хватать богов, нападают на них. Боги не понимают, какого черта происходит, что это? И тут появляются остальные ребята, а именно Хонсу и бог войны местной. Они не знают, кто это, они первый раз видят этих существ. Бог войны уточняет, неужели демон уже смог размножиться и это его потомство? Нет. Богиня Баст говорит, что это не потомки. Присмотрись, это люди, просто они умерли, но какой-то непонятной темной магией их вернули назад и они вновь ходят по земле. Хонсу сообщает, что внутри храма должен быть огонь. Он видел его, когда девушка оттуда выбегала. В храме был свет. Если внутри храма есть огонь, значит бог войны может там оказаться. Именно это он и делает. Он телепортируется в гипотетическое место, где может находиться ближайший источник огня. Все действительно так, он оказывается внутри храма, как раз лицом к лицу к Варне. И со словами «Бейся со мной, демон! Сейчас ты узнаешь, что значит настоящая мощь бога!» Варне не остается в долгу. Ты посмел явиться в мой храм, я тебя уничтожу. Но бог войны лишь хохочет. Ты глупец, ты не можешь уничтожить то, что бессмертно, то, чем тебе никогда не стать. Кокоу убедится в том, чтобы так и произошло. Итак, бог и демон сошлись в бою. Там же появляется богиня Баст, каким-то непонятным образом пробралась внутрь и освобождает пленников. Быстрее, выбегайте за мной. Когда они выходят наружу, их встречают пантеры. Люди в шоке, потому что, судя по всему, богиня Баст еще не является их покровительницей. И они предполагают, что боги предали их, что они сейчас хотят их скормить диким зверем. Но нет, богиня Баст спешит успокоить девушку и дальше отдает ей приказ. Также поглаживает своих пантер, кошки нарисованы замечательно. И вот она с людьми. В течение трех дней вы будете идти за моими пантерами на запад. Три дня вы будете там ждать. Затем вы сюда вернетесь. И люди не понимают, вернемся сюда, как? Ну это ужасное место, мы не можем. Вы можете и вы это сделаете, потому что я вам приказываю. А богиня Баст не имеет никакого отношения к трусам. Поэтому вы либо идите куда хотите и не надейтесь на то, что мы вам когда-то еще поможем, либо слушайте мою команду. Доверьтесь богам. Боги сегодня ночью вам дают слово, что эти земли никогда не окажутся снова в кандалах. Оба пантеона, и пантеон африканских племен, и египетский пантеон об этом позаботятся. Народ ваканты теперь будет свободным. Мы переносимся глубоко под воду в темные воды, где Анукет ведет за собой Тчалу. Черный текст это мысли самого Тчалы. Он рассуждает, что это существо слишком мощное, чтобы он противился ее воле и ее силе. Поэтому все, что ему остается, это лишь следовать за ней и надеяться, что она не подведет и не приведет его к его смерти. Хотя он даже не верит в эту богиню. Это не его покровительница. Однако Анукет не пытается его убить. Более того, она дарует ему жизнь. Она прокусила себе губу и поцеловала его, давая ему испить своей крови. Крови бога. И попробовать эту кровь на вкус это что-то несравнимое ни с чем. Сейчас я понимаю, почему кровавый Ковен с такой яростью жаждет пить кровь Тора. Если поддаться этому желанию, этой тяге, то желание утолить эту жажду может уничтожать миры. Как только Пантера распробовал этот вкус, Анукет разорвала поцелуй. Далее она отпустила его свободно тонуть ниже глубоко в темные воды. Этот поцелуй и ее кровь немножко изменили его. Во-первых, они привязали Пантеру к новому сверхъестественному существу, как он сейчас привязан, допустим, к Блэйду или же он всегда поклонялся богине Баст. Она источник его силы. Но также эта кровь, кровь Анукет, дала ему больше контроля над собой. Он стал сильнее, он может теперь больше противиться воле Блэйда, но он все еще не свободен. Свободу нельзя просто получить, ее нужно заслужить, заслужить в бою. И тут Транс Пантеры разрывает чей-то голос. Стой не с места, Вакандийцу не место здесь, ты совершаешь ужасную ошибку. Это воды Атлантиды. Немедленно убирайся, или этот храм станет твоей могилой. Мы заканчиваем этот комикс мыслями Чалы, что его бой за свободу только-только начинается. Ну а мы на этом будем заканчивать вторую часть и двигаемся в финальную. Итак, Кровавая охота, Черная пантера, финальная часть. Поехали. История начинается ровно на том моменте, где мы закончили прошлый раз. А именно, глубоко под водой территория Атлантиды, и там находится храм, который необходим Варне. Храм, построенный из вибраниума, храм первого греха. Место, где Варне хотел произвести свое вознесение. Итак, когда богиня Анукет, сестра богини Баст, отправила Черную пантеру сюда, в это место, она также наградила его капелькой своей силы. Она дала ему испить своей крови, поэтому пантера стал намного сильнее. Сейчас будем разбираться. Как только она покинула нашего героя, оставила его здесь одного разбираться со своими проблемами, она не обещала, что она будет вести его за ручку, она сказала, что приведет его к нужному месту. Она привела. Собственно, так всегда делают боги в мифах и легендах. И там, конечно же, нашего героя встречают Атланты. Разумеется, все еще напряжение между Атлантидой и Вакандой никуда не делось. Я думаю, оно никогда никуда не денется, это будет заклятная вражда до конца своих дней. Всю историю противостояния этих держав мы с вами уже много раз разбирали в прошлых комиксах. Итак, Атланты встречают Чалу, конечно же, вооруженный со словами, что тебе здесь не рады. Он абсолютно без проблем разоружает одного из них, но не нападает. Он им говорит, что прибыл сюда не от лица Ваканды, он прибыл сюда по поручению намного серьезней. Также они все прекрасно понимают, что этот храм не принадлежит к Атлантиде. Его создали не Атланты, он тут оказался просто по счастливой случайности, когда что-то произошло на земле не так и он затонул. Поэтому они знают, что храм изначально находился на земле Ваканды и Т'Чалу просто пришел сейчас сюда забрать то, что его по праву. Атлант с этим не согласен, говорит, мне не важно кто, что, когда создал. Если боги что-то выбросили в воду и оно затонуло на нашей земле, это наше. С какой-то стороны, да, логика в этом есть, однако, Т'Чалу не хочет спорить с этим человеком. Кто он такой, просто охранник, который охраняет ту или иную территорию. Он ему на это указывает. Если ты хочешь продолжить этот разговор и спор кому и что принадлежит, позови, пожалуйста, своего короля Немора и я переговорю с ним. И с этими словами Т'Чалу от него отворачивается и продолжает двигаться к храму. Атлант его останавливает и говорит нет, я никуда не пойду и никого не буду сюда звать. Ты пришел сюда, к нам на нашу землю. Ты не у себя дома. Поэтому со мной ты тут разговариваешь на равных. Т'Чалу говорит, что это была очень большая ошибка. Просто предположить, что мы с тобой хоть в чем-то равны. Далее происходит какая-то совершенно страшная чертовщина. Т'Чалу перехватывает его руку, выламывает ее и бьет его током. Далее его мысли. Он размышляет. То, что сейчас произошло, я просто действовал на инстинктах. Я не знаю, откуда эта сила, я не знаю, что она может. У меня этого никогда не было. Скорее всего, это что-то, что перешло ко мне вместе с кровавым поцелуем богини Анукет. То есть Т'Чалу только что получил дополнительную силу. Он может создавать подводные потоки и наэлектризовывать их. Если кто-то хочет спросить, но наэлектризовывается же вся вода, а не какая-то ее отдельная часть. Да, но это комиксы друзья, поэтому здесь можно биться направленно молнией под водой и все в порядке. Либо же у него иммунитет к данной способности. Можно расценивать и так и сяк. Итак, он на подсознании, не понимая, что делает, сотворяет несколько потоков воды, то есть они находятся под водой, тем не менее, тут как бы более мощное ребятами просто так не разделаться, поэтому я ставлю на то, что их просто вырубило. Параллельно с этим мы видим, что Т'Чалла плавает очень быстро, намного быстрее, чем обычный человек. При этом, судя по всему, он толком не перебирает ногами, он просто перемещает себя в воде. Что-то по типу этого мы уже видели в фильме Аквамен от DC, где играл Джейсон Мамоа. Кстати говоря, первый фильм он проговаривает у себя в голове, что даже невзирая на то, что его связь с Блэйдом или же с Варной очень сильно притупилась, все равно она остается с ним. Это хватка на нем. Он не может напрямую противиться его воле. Он может как бы обходить ее. Это что-то по типу белой лжи. Когда ты говоришь то, что тебя спрашивают, но не до конца правду. Вот тут к богине Баст, получил благословение Анукет, ну вот это вот все. Короче говоря, пантера на самом деле это все перевернул очень классно и будем честны, без помощи богине Баст у него бы ничего не получилось. Переносимся в Ваканду, Анукет выныривает из воды и отчитывается перед своей сестрой перед богиней Баст, что все было сделано. Баст у нее уточняет, скажи пожалуйста, что конкретно было сделано? Храм Варне был уничтожен? Сделаем паузу на этой страничке и обратим внимание на две вещи. Во-первых, с момента того, как небо потемнело и все небеса закрыл Dark Force прошел всего 31 час. То есть мы можем смело предположить, что все события Кровавой Охоты в комиксной хронологии развернутся в течение двух суток. А второе, как же это красиво нарисовано. Вот честное слово, я кайфую от того, как этот комикс нарисован. Это совершенно блестяще. Важен ли этот комикс для глобального сюжета и является ли он критично важным? Абсолютно нет. Но глаз он определенно радует и мифология богов меня всегда завораживала. Итак, Анукет говорит, что такого уговора не было. Баст в ярости, она хватает свою сестру за косу и говорит, что значит такого уговора не было. Аккуратней со мной, сестра. Мое терпение такое же точно, как и мелководье в твоих реках. Где Тчала? Анукет, мы видим, как у нее светятся глаза молнией, это как раз таки ее сила. Она вырывается из схватки своей сестры и говорит, да че ты взъелась, отпусти меня. У нас был с тобой уговор, что я его сопровожу к руинам Атлантиды. Я именно это и сделала. Богиня Баст ей напоминает, но ты же дала добро на то, что ты поможешь ему в его задании, а также поможешь излечить его от хватки демона Варны. Ты сделала это? Анукет напоминает, что просто так проклятие Варны снять нельзя. Однако, я сопроводила его к руинам, как и обещала. Более того, я сделала ему подарок своей крови и капелькой своей силы. Я думаю, этого будет более чем достаточно для того, чтобы он смог восстановить большую часть своего контроля, насколько это возможно. И в конце концов, че ты на меня его вешаешь? Это как-никак твой чемпион, не мой. И она на самом деле абсолютно права. Именно богиня Баст, покровительница Ваканды и Черной Пантеры в частности. Анукет тут просто потому, что ее попросили помочь и она любезно согласилась. Хотя не была обязана. Однако, если твой чемпион все-таки вернется и с ним будет все хорошо, возможно, я смогу его убедить, чтобы он заглядывал в неизведанные воды. Выразимся так. Баст успокаивается и говорит «Хорошо». Да, я согласна, немножко перегнула, ты права. Как-никак, та стихия, которой ты покровительствуешь, а именно вода, она очень хорошо тебе подходит. Ты такая же изворотливая, как и устье реки Нил. Анукет улыбается, уходит в воду и добавляет. Согласна. И такая же мокрая. Давайте мы на секунду здесь сделаем паузу, вспомним, как она смотрела на Черную Пантеру и... Это звучит, я бы сказал, немного двояко, но... Давайте не будем пересекать эту черту и перенесемся в далекое прошлое. К бою богов против Варны в храме первого греха. Как мы помним, в храме был костер, поэтому туда смог перенестись огненный бог Кокоул. И так между двумя завязывается бой. Бог без труда одерживает верх над Варной, он над ним насмехается, говорит, посмотри на себя, ты просто демон, который вылез, непонятно откуда, и ты действительно считаешь, что ты можешь стать богом. Да ты просто смешной, заносчивый выскочка. Ты даже примерно не представляешь, что значит божество. Твое сердце не бьется, а в легких нет кислорода. Ты никакой не бог Варны. Ты еле-еле в этом мире держишься. Ты живой мертвец. И ты действительно считал, что у такого, как ты, хватит сил и мощности стать богом? Я готов тебе показать, что значит божественная сила. Сила, которая может выжить все твое нутро до пепла прямо здесь на месте. И он начинает разгораться. Его голова пылает, руки пылают, а на спине появляются огненные крылья. Все, что может гореть, охватывает пламя, а температура воздуха внутри поднимается до неимоверных высот. Это буквальная печка. Вампиры, которые были здесь, обращенные в Варны, сгорают мгновенно дотла. Боги, такие как Баст и вот эта гигантская горилла, они еле-еле держатся. И богиня Баст как раз таки просят Кокоу остановись, пожалуйста, прекрати. Остальные боги тоже видят, что происходит и они пытаются его остановить. Давайте разберемся почему. Они ни в коем случае не пытаются спасти жизнь Варны, но то, что сейчас делает этот огненный бог, он не направляет огонь непосредственно в одно конкретное место. Он бог войны, огня, пламени, вот этого всего дела, ярости. Он теряет контроль и он начинает разгораться целиком. То есть он съезжает с катушек и выжигает все вокруг. Этот храм, эту землю, абсолютно все. Мы не знаем, какие могут быть последствия для Ваканды и возможно для всей Африки. Именно это боги и проговаривают, в частности Птах. Он говорит, пожалуйста, остановись, брат, что ты делаешь? Ты наносишь вред не только этому существу, вся земля страдает. Хонсу понимает, что договориться с ним бесполезно. Он съехал с катушек. Мне надо нанести удар. И когда Хонсу готовится выдвинуться против этого бога, появляется еще одна личность. Мне пришлось вновь погуглить, кто это и что это. Информации о данном божестве очень мало. Его зовут Эншу. Из того, что я нашел, это бог порядка и баланса. Давайте скажем так, это живой трибунал, но на минималках. Скажем так, живой трибунал для бедных. Строго локально по Африке. И так, конечно же, он вмешивается, потому что то, что сейчас делает один из богов, это нарушает все мыслимые и немыслимые балансы. Демон получил свое, ты должен остановиться. Бог не останавливается, он все так же продолжает выжигать варны. Эншу понимает, что здесь происходит, это нужно остановить. Мы видим, что он колоссальных размеров, он намного больше этого храма. Когда он ступает на землю, он во-первых отламывает половину храма, именно ее, друзья, мы видели, мы никогда не знали, что происходит где-то там внутри глубоко в недрах этого храма. Судя по всему, он просто это уничтожил. И его поступь создала как раз таки разлом. Именно так частичка этого храма верхняя его часть рухнула глубоко в какие-то непонятные воды. И также мы узнали, как именно уцелел в этом бою Варне. Эшу его изгнал. Он не предал этому особого значения. Можно конечно предположить, что это просто какой-то демон, давайте мы его закроем и все. Почему не убить его, ну не знаю. Наверное потому, что если его убить, тогда бы история не случилась. Тем не менее, именно так изгнали Варне. Затем это божество Эшу обращается ко всем богам. И надо вынести всем приговор, потому что вы тут ребята наломали дров. Мы же переносимся глубоко в недры Атлантиды. Черная пантера нашел руины и заплыл в них. То, что он увидел внутри ужасает. Определенные личности, вампиры, которых храму. Цепи-то из Вибраниума просто так их не разорвать. И они на протяжении веков находились здесь. Учитывая то, что это вампиры, они не могут просто утонуть. Поэтому они эволюционировали вот в каких-то непонятных вампирам Мурлоков из Марвел. Давайте назовем это так. Когда они его замечают, то они тут же чувствуют, что он один из них. В нем есть что-то от вампиров. И так они к ним обращаются. Здравствуй, брат. Зачем ты пришел к нам? Ты пришел, чтобы нам что-то преподнести? Или же тебя к нам отправили как жертву? Мы можем смело предположить, что этих ребят время от времени кто-то подкармливал, если они знают, что такое жертвоприношение. Видимо атланты баловались этим местом. И когда Пантера слышит то, что происходит, что они называют его братом, он слетает с катушек. Он хватает этих ребят и начинает их разрывать на части. Просто дергает за цепь, которая связывает этих монстров, и она разрывает их. Плюс ко всему, нанося обычный удар под дых этому вампиру, он понимает, что он его практически пополам ломает. Это совершенно новая сила. У Пантеры раньше такого не было. генебаз, сердцевидный цветок, и все это дело. Но такого у него не было. Он даже сам в шоке от этого. Но он все равно не сдерживается. Хватает одну из этих цепей и начинает ее раскручивать, как молот Тора. Только это тонкая и длинная цепь. Она превращается в что-то по типу пилы. И она разрубает в капусту всех этих вампиров на месте. Как только А мы вновь переносимся в далекое прошлое. Боги спорят о всем что происходит. Бас подходит Кокоу, показывает ему вавку на руке и говорит вот посмотри что ты сделал. Это все ты сделал. Он никак не реагирует просто говорит ничего страшного это послужит тебе как предупреждение мол не лезь ко мне. Серьезный мужик на самом деле хочется больше этого парня видеть в комиксах. Тем временем Эшу как мы знаем это бог порядка он решает что здесь должно произойти. Во первых Кокоу в наказание за то что он здесь сделал и чуть не уничтожил всю страну всю Ваканду он останется привязанный к этой земле навсегда. Что на самом деле очень странно потому что мы этого парня в комиксах не видим. Возможно в будущем что-то изменится. Богиня Баст согласна с этим приговором и говорит все так и должно быть по делам ему. Эшу добавляет не совсем ты тоже будешь привязана к этой земле. Как никак она же тоже впрягалась за все это дело если тебе это не безразлично вот и отлично покровительство этой земле тоже. Тем более будешь знать как тут подстрекать и встревать в разговоры когда такие темы обсуждают. Богиня Баст ставит под сомнение его слова мол на каком основании кто ты такой чтобы выдавать такие приказы но обезьяне бог говорит чтобы она помалкивала мы только что видели силу этого парня ему не надо быть чьим-то богом лидером и так далее он только что показал почему он здесь главный и он может тут раздавать приказы что же касается Хонсу да он не относится к этой земле однако он был тем кто бил тревогу и тот кто был согласен идти в бой до конца поэтому Хонсу получает полное помилование за все то что боги здесь устроили можешь своей дорогой что же касается Птаха он абсолютно сразу говорит я согласен здесь остаться как никак эта новая непонятная руда должна была быть под моей опекой я это упустил поэтому я готов остаться здесь и заняться ее восстановлением и ее покровительством договорились решено вы трое остаетесь здесь приглядывать за этой землей вновь друзья я повторюсь что это достаточно странно потому что Птаха мы тоже в комиксах не видели но теперь мы можем честно сказать что он один из тех кто покровительствовал освоению вибраниума в Ваканде как только все было решено это божество Эшу удаляется говорит дальше решайте сами что делать с этой землей она находится полностью под вашей юрисдикцией и так когда он покинул это место Бас набрасывается на Коко говорит это все из-за тебя вот посмотри до чего ты нас довел но Хонсу взывает голос у разума давайте мы успокоимся и перестанем вести себя как дети малые если мы сейчас хотим возродить эту землю нам нужно что-то сделать посмотрите вокруг тут все выжжено Бас также напоминает что она попросила пантер сопроводить людей в безопасное место а потом вернуть их назад люди сюда придут и что они увидят выжженную землю как раз таки именно на это Хонсу и указывает нам нужна вода много воды с остальным справиться свет лучей Ра и вот именно тут Баст вспоминает что можно попросить о помощи ее сестру Анукет возможно она поможет получается что именно так в Ваканду восстановили Анукет наполнила эту землю своими водами из Нила свет солнца Ра даровал этой земле новую жизнь бог строительства Птах следил чтобы было все хорошо с Либраниумом а Кокоу как бог войны скорее всего был ответственен за то чтобы Ваканда оставалась сильная и могу просто предположить что следил также за тем чтобы в каждом доме Ваканды был очаг А мы переносимся в настоящее в этот самый храм Когда пантера оказывается внутри в самом сердце храма и изучает все письмена которыми исписаны абсолютно все стены снизу доверху он не узнает этого языка даже невзирая на весь интеллект черной пантеры и на то что он знает множество древних языков особенно все которые когда-либо находились в Ваканде как минимум он может их узнать но это что-то совершенно другое и судя по всему оно написано не человеком он конечно же начинает складывать один и один то есть он понимает что кем бы не был создан этот храм это явно не был Блэйд я напоминаю друзья что эта история происходит до четвертого номера кровавой охоты то есть на этот момент черная пантера еще не знает что Варна и Блэйд это одно лицо он все еще думает что с Блэйдом что-то не так и возможно у него просто поехала крыша но вот сейчас он очень сильно засомневался далее происходит очень много чертовщины когда он прикасается рукой к этим письменам на его пальцах проступает кровь просто пальцы начинают кровить кровь попадает на эти рукописи они начинают светиться и он слышит голос голос этого храма здравствуй дитя ты нашел нас хочешь ли ты отправиться с нами на ту сторону пантера в шоке нет спасибо не хочу хорошо да будет так возможно ты передумаешь когда ты там окажешься то есть по большому счету его согласие было необязательным и тут из стен города начинает струиться тьма пантера понимает что тут небезопасно он включает свой подводный форсаж начинает оттуда уплывать как можно скорее и вызывает по рации срочно невозможный город требует чтобы немедленно город активировал телепортацию телепортировал все что находится здесь кроме самого черного пантеры именно это и происходит город в настоящее время полностью подчиняется блейду пантера про себя отмечает что и он тоже невзирая на все но он только что выполнил именно то что ему и приказывал блейд да он конечно пытался противиться пытался сделать одно другое третье но в конечном итоге он сделал то что ему было поручено однако он пытается себя успокоить тем что тьма которая здесь находится возможно блейд не знает что это и возможно когда он зайдет внутрь этого храма эта тьма поглотит его и перенесет куда-то на ту сторону где бы это ни было главное подальше отсюда и желательно навсегда затем активируется телепортация и все произошло именно так как пантера и задумывал ему удалось спастись его оставили здесь а город телепортировали в нью-йорк конкретно в центральный парк и нам показывают кадр из третьей части кровавой охоты когда он материализовался в воздухе и приземлился именно там затем пантера отрубился в себя он пришел уже в отдых ваканды где его встречают сестры баст и анукет он не совсем понимает я все еще жив или это уже тот свет нет все с тобой хорошо ты жив и ты в ваканде не волнуйся ты дома да к сожалению мы не смогли уничтожить храм варне но самое главное что ты мончемпион ты все еще жив впереди очень сложный бой и ты там нужен во все оружие и с этими словами баст протягивает ему еще сердцевидных растений как мы помним они в четвертой части помогли ему вернуть контроль над самим собой и он перестал подчиняться блейду хотя все еще остался вампиром однако смирюсь деть предположение что именно этот дар потихонечку начнет процесс регенерации и извлечения черной пантеры от вампиризма но будем посмотреть на этом друзья будем заканчивать этот комикс и всю таину кровавая охота черная пантера мне история очень понравилась я считаю что это блестящая таина которая справляется на ура со своей задачей а именно таины должны сгущать краски рассказывать чуть чуть больше про ту или иную историю рассказывать то что осталось за кадром отвечать на какие-то вопросы здесь мы узнали тайну происхождения этого храма мы также узнали чуть чуть больше про сотворение ваканды про то как боги появились на этой земле кто чему покровительствовал и так далее также как к этому всему делу относится хонсу что будет чрезвычайно важно в финале кровавой охоты мы уже видели что этот парень появился в четвертой части и из того что мы видели что он поднял целую армию лунных рыцарей а также воскресил марка спектра самого главного лунного рыцаря скорее всего хонсу готов взять реванш над варной и закончить то что было начато много веков назад в ваканде этот комикс нам на это тоже отвечает также он нам отвечает на вопрос каким образом черная пантера смог противиться воле блейда и он оставался вроде бы вампиром но в то же время противился его воле и думал своей головой и конечно же я повторю еще раз это все нарисовано совершенно бесподобно мне комикс доставил сумасшедшее визуальное удовольствие однако будет безумно интересно узнать ваше мнение про эту историю что вы думаете про пантеон богов про конфликт хонсу-варны про черную пантеру и про рисовку данного комикса будет безумно интересно почитать ваше мнение в комментариях на этом друзья я думаю можно заканчивать если вам это видео понравилось поставьте ему лайк мне будет приятно каналу полезно если вы хотите узнать что будет дальше в событиях кровавой охоты и чем она закончится Финал уже не за горами, то подпишитесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, дабы не пропускать уведомления о следующем видео. Как всегда, я хочу напомнить, что приветствую любую конструктивную критику. Связаться со мной очень просто. Это можно сделать либо в комментариях к этому ролику здесь, на ютюбе, либо через мой телеграм-канал. Там я публикую все будущие анонсы по каналу, различные комиксные новости, вариативные обложки, а также всяческие арты. Если вам все это интересно, подписывайтесь, будем на связи. И, конечно же, отдельное огромное спасибо моим подписчикам на Бусти, которые, несмотря ни на что, все еще поддерживают мой канал. Из них я хочу выделить следующих людей. Кринзен Михаэл, Доктор Найт, Стогни, Дислеер, Никита Дортман, Капрал26, Акира, Агаст оф Гус, Дмитрий Соколов, Дарксайд, Шалтакс, Мистер Фетт, Пердос Барбос, Билли Херрингтон, Иван Востриков, Настя Лучшая на свете, Сет Бурритто, Эдуард Марков, Гастерус, Психореографи, Солджер Бой, Коля Романов, Глеб, Антон Рубанок, Андрей 2099, Арт Лаус, Смоуки, Станислав Отвечалов, Мариуссо, Кос, Труз XL19, Дарт Фокс, Джен Дуза, Старьевщик Икс, Игорь Фролов, Кирилл Шуклинов, Эсканор, Иван Алицкий, Емви, Ультраправедник, Анзен Ли, Данила Соболев, Рома Башенхаев, Найт Винг и Мистер Рагнос. Всем вернувшимся с возвращением. Спасибо вам большое, друзья, вы самые лучшие. Также хочу напомнить, что на Бусте есть ранний доступ к видео, поэтому этот ролик они уже посмотрели, а сейчас смотрят что-нибудь новенькое. Также на определенном тире подписки есть аудиообзоры на комиксы, которые не попадают в видеоформат. Ну а на этом я думаю точно все. Благодарю вас за просмотр, умейте радоваться мелочам и не отказывайте себе в удовольствиях. Всего доброго.